Анатолий Бадель Вопрос повестки – избрание нового главы Артемовского городского округа. Напомним, что уже второй раз выборы в Артеме проходят по новой схеме. Согласно ей, на первом этапе конкурсная комиссия, состоящая из депутатов городской думы и представителей краевой администрации, отбирает на конкурсной основе из всех желающих претендентов несколько кандидатов. На втором этапе из выбранных кандидатов депутаты городской думы выбирают главу. В этот раз к выборам были допущены все трое кандидатов, подавшие заявки. Каждый претендент на пост главы обязан был представить депутатам свой план развития территории, аргументируя те или иные решения. В случае моего избрания главы Артемовского округа, совместно с вами будут продолжать работу по реализации разработанных программ. В 2017 году на территории оборота будет реализовываться 21 муниципальная программа, а с учетом главного периода до конца 2019 года – 32 программы. Первым перед народными избранниками выступил кандидат Александр Авдеев, который в данный момент исполняет обязанности главы округа. Он отметил, что на посту главы не стал бы кардинально менять подход, а хотел бы продолжить динамичное развитие территории по многим уже заданным направлениям. Мы продолжим реализацию мероприятий по результатам содержания по ремонту дорог местного облачения. В проекте бюджета, который сделан на 2017 год, на этом цели предусмотрены более 73-90 рублей. Продолжим активно сотрудничать с краевыми властями по ремонту дорог краевого и федерального значения. Расшедшие недавно ослаблены, что не снега и друзья выявили и выявили проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Массовое изучение коллектива энергии отсутствует достаточного количества дворей по работе города Ацмиря. Негатомный служб жилищно-коммунального комплекса быстро реализирует и устраняет проблемные вопросы. И в этом операция будет менять. Также кандидат Авдеев отметил, что свою работу на посту главы он видит в тесном контакте с местными жителями. Вторым выступающим стал Виталий Ефремов. Он также знаком артемовцам по своей работе в сфере развития физической культуры и спорта на территории округа. И на сегодняшний день он возглавляет данное направление в администрации города. Важнейшей задачей для городской власти является создание условий для формирования и воспитания здорового поколения отрицательного города. Третий кандидат Иван Сдобин, житель Приморской столицы. 34-летний сотрудник Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока считает, что будущее Артема связано с развитием малого и среднего бизнеса, а также считает необходимым использовать ресурсы институтов развития. Все мои усилия будут направлены в случае вызывания недовольствия на создание новых рабочих мест, повышение, которое мы будем делать зарплаты и чинность убираемости нового. По итогам голосования 21 депутат из 23 отдали свой голос за Александра Авдеева. Решением Думы Артемовского городского округа 26 авг ממ�ета 2016 номер 640 о положении, порядке же выступения конкурса по отктора кандидата на должность главы Артемовского городского округа руководную пуставу Артемовского городского округа, Дума Артемовского округа решила избрать главу Артемовского городского округа Авдеева Александра Владимировича сроком на пять лет. Настоящее решение выступает СИУ со дня его принятия. После оглашения решения Думы новоизбранный глава принял присягу. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический и конструкционный строительный интерес жителей Артемовского городского округа, добросовестно выполнять расположенные линии, наменять обязанности главы Артемовского городского округа. После завершения процедуры инаугурации Александр Авдеев уже в качестве главы округа ответил на вопросы журналистов. Трудности таких больших в решении, тех проблем, которые есть, есть большие, но самое главное это финансирование. А реализация, когда есть деньги, это выполнимо. С вступлением на должность главы Александра Авдеева поздравили краевые и городские чиновники, а также представители общественных организаций и его оппоненты. Абсолютно положительный опыт, который показывает, что депутаты, представители людей, они ценят дела, они ценят не только какие-то обещания, а оценивают по реальным делам. И мой оппонент это прекрасно продемонстрировал своей работой. Полина Еремина, Сергей Корнеев, Светлана Нурик, специальный репортаж.